Неделя спорта Подробнее о столь масштабном мероприятии в репортаже наших корреспондентов. Усокий уровень соревнований, очень приближенный ко всем международным стартам. И помост, и условия, и расхождение в залах, то, что есть разминченный зал, есть выступательный помост. Это все очень хорошо, потому что очень хорошая тренировка перед более важными стартами. К сожалению, для болельщиков в Казани выступали не все звезды. Денис Аблязин, Николай Куксенков и Мария Посека пропустили чемпионат по различным причинам. Но зато приехали призеры Олимпийских игр Седа Тухталян, Дарья Спиридонова и Давид Белявский. Всего на протяжении недели выступало около 140 сильнейших гимнастов страны из семи федеральных округов России, а также из городов Москва и Санкт-Петербург. В первый соревновательный день было разыграно два комплекта медалей. В выступлениях каждого не обошлось без ошибок и падений, но тем не менее и мужская, и женская сборные Москвы и Центрального федерального округа оказались сильнее и заняли первое и второе место соответственно. Третье место среди женщин ушло в Санкт-Петербург, а среди мужчин в Сибирский федеральный. Наиболее интригующими оказались финальные соревнования на отдельных видах многоборья. Тогда были известны итоги двух дней, и среди мужчин с достаточно большим отрывом лидировал Артур Далалаян. Но на первом же вольном упражнении он допустил грубые ошибки и несколько раз упав, ушел с настила, не закончив упражнение. В итоге последнее место с результатом 9,6 тысячных баллов. Следом он не смог проявить себя на упражнении конь-махи. В отсутствии грубых ошибок не хватало сложности и точности исполнения. Но Артур взял реванш уже в следующем соревновательном дне и стал серебряным призером России на опорном прыжке. И не он один. Кудашов Михаил набрал тоже количество баллов в 14,133 тысячи. Также отличился Прокопьев Кирилл. На вольных упражнениях он победил с большим отрывом, получив 14,533 тысячных балла. На фоне других его программа была чище и сложнее. Не менее хорошо было выполнено упражнение на коне, за которое Кирилл получил бронзовую медаль. Золото в этом упражнении получил Белявский Давид. Разгрыз с ближайшим соперником всего в 0,033 тысячных балла. При том, что сложность у серебряного призера Ельцова Сергея была заявлена выше, но чистота исполнения оказалась лучше у Давида. Среди женщин на пьедестал чаще всего поднимала седа Тухталян. Она взяла бронзу на вольных упражнениях, золото на опорном прыжке и на бревне. К слову, не только седа стала чемпионкой в этом упражнении. Виктория Тыркина разделила с ней золотую медаль, набрав то же количество баллов в 13,533 тысячных. У женщин это не единственный случай. Дарья Спиридонова и Наталья Капитонова также разделили первое место на разновысоких брусьях. Эти и другие призеры чемпионата России смогут представить нашу страну на чемпионате Европы в Румынии, который пройдет с 19 по 23 апреля. Василиса Дзюба, Марина Вахрушева, Денис Давыдов, Денис Подкратов. Неделя спорта. Главное в футболе не только пинать мяч, но и грамотно его контролировать и вести по всему периметру поля. Для жителей деревни Универсиады, чемпион Республики Татарстан по фристайлу Булат Хузин провел достаточно интересный мастер-класс по работе с лучшим другом-футболистом футбольным мячом. Подробности далее в сюжете. 3 марта в деревне Универсиады Булат Хузин, чемпион Республики Татарстан по футбольному фристайлу, проводил мастер-класс, обучая жителей кампуса удивительным трюком с мячом. Каждый имел возможность попробовать себя в роли фристайлера, покрутить мяч на пальце, подчеканить ногами или же удержать его на голове. Студентам, посетившим мастер-класс, это очень понравилось, и многие из них с большим старанием пытались натреть увиденные трюки. Булат – основатель единственной в Казани школы фристайл и фристайл. Он занимается этим видом спорта 8 лет. За это время он выиграл множество наград. Был приглашен на Универсиады 2013 и Олимпийские игры в Сочи, чтобы показать болельщикам спорта свои умения. На мастер-классе же Булат рассказал о том, как зарабатывать на футбольном фристайле, об опыте, полученном на различных соревнованиях, и объяснил, в чем же отличие большого футбола от фристайла. Отличие в том, что это абсолютно разные виды спорта. Мы любим приводить такой пример, что фристайл и футбол – это как фигурное катание хоккей. То есть, вроде как коньки и лед, но фигурист никогда не будет хоккеистом, да, то есть абсолютно. Тут то же самое. Фристайлер – это не футболист. Это индивидуальный вид спорта, футбол – это командный вид спорта, здесь индивидуальный, там свое, тут свое. После того, как Спитер закончил свое выступление, многие ребята подошли к нему, чтобы сделать совместное фото, задать дополнительные вопросы и просто поиграть мячом. Очевидно, что Булат Кузин после своего выступления привел интерес студентов к такому молодому виду спорта, как футбольный фристайл. Денис Давыдов, Данил Хуснадинов, Тимур Файзулин. Неделя спорта. Теперь отправляемся во всемирную сеть интернета и интересуемся жизнью именитых спортсменов. Обзор социальных сетей от Артура Мухина прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Артур и прямо сейчас я расскажу вам о том, что же интересного я нашел в социальных сетях спортсменов за предыдущую неделю. Поехали! На прошлой неделе у нас уже был повод вспомнить об Андрее Аршавине. А спустя несколько дней фото российского футболиста появилось в официальном аккаунте Премьер-лиги. Помните, как Аршавин загрузил 4 мяча ворота Ливерпуля в 2009 году? Спрашивает фанатов Премьер-лига. Мы не исключаем, что Андрей просто показывает текущее место Арсенала в турнирной таблице. Но это не мешает нам еще раз насладиться его покером в одном из самых ярких матчей АПЛ этого века. Александр Овечкин, для которого этот сезон в НХЛ складывается не самым лучшим образом, решил отвлечься от хоккей и поработать доставщиком пиццы. В своем инстаграме Ови выложил видео, как он лично привез блюдо одному из фанатов Вашингтона, которое предварительно сам же и приготовил. Реакция ошарашенного мужчины бесценна. А вот другой российский игрок НХЛ разорвал американские соцсети своей игрой непосредственно на хоккейной площадке. Матч Тамп из Баффало, серия буллитов, решающий бросок исполняет Никита Кучеров, и вы просто обязаны увидеть, как он это сделал. Зачем что-то придумывать, обоить вратаря, если шайба и сама идет куда надо? В шоке были все, ведь обычно такие премы можно увидеть в здоровом хоккее или в матчах всех звезд, где хоккеисты больше развлекаются, но уж точно не в матче регулярного чемпионата. Эксперты уже окрестили этот бросок одним из лучших буллитов в истории, ну а мы можем лишь сказать «Браво, Никита!» Вопиющий случай в чемпионате Франции по футболу. Леон играет с Дижоном, забивает четвертый гол, и на поле выскакивает 15-летний фанат, чтобы сделать фото с авторами забитого мяча. У мальца все получилось, но инцидент не понравился боссам Леона. Буквально через несколько дней представитель клуба вышел с официальным заявлением. «Мы подали заявление в суд, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и защитить безопасность каждого», заявил он. «Да что ты, черт побери, такое несешь?» Пока неизвестно, какое наказание грозит малолетнему нарушителю – лишение карманных денег или месяц без интернета. Но вот клубу всерьез стоит задуматься о том, как работать со своими болельщиками. Отличный пример – НБА. Там одному из фанатов прямо во время матча предложили попробовать забить сверху прямо на игровой площадке. Мало того, что тот был счастлив до невозможности, так еще и устроил настоящее шоу публике. Большие проблемы с социальными сетями и у пилотов Формулы-1. Руководство знаменитой гонки сильно ограничивает возможность пилотов выкладывать свои твиттеры, инстаграмы, фото и видео с мероприятий под эгидой гонки, на что недавно очень резко отреагировал Льюис Хэмилтон. «После каждой фотографии или видео я получаю предупреждение от ФИА, что нужно удалить контент. Надеюсь, хотя бы в этом году нам позволят нормально пользоваться социальными сетями». Гонщика услышали, и новые владельцы Формулы-1 разрешили командно выкладывать короткие видео, после чего Хэмилтон почти сразу же анонсировал скорую трансляцию в своем инстаграме из кокпита нового болида W08. Глядишь, так и посты интересные появятся, а там и до нашего обзора недалеко. А вот уж кому действительно стоит ограничить доступ в социальные сети, так это некоторым футболистам. Причем сделать это стоит для их же безопасности. На прошлой неделе дом защитника Челси Джона Терри был ограблен на несколько тысяч евро. Полицейские считают, что грабители узнали о пустующем доме из аккаунтов игрока и его жены в инстаграме, в которых пара выкладывала фотографии с курорта. Хорошо, что Терри не устраивала более подробных инста-экскурсий по своему дому, а то ущерб был бы значительно большим. На будущее, Джон, дома можно поставить охрану и вообще не париться даже когда-то на другом конце земного шара. Рубрика «Знай наших». Вы вот знали, что в Казани играют в регби? Мы и сами об этом не догадывались, пока и наткнулись на видео в инстаграме мировой серии по регби-7. Ролик посвящен казанскому парню Герману Давыдову, который является капитаном национальной сборной России и как раз в эти дни с партнерами по команде сражается на международном турнире в Лас-Вегасе. Парень молодец, а это видео вашему вниманию. Златан Ибрагимович не предстает быть главным источником новостей из футбольного мира. Матч с Бормутом и Брани сбивает пенальти, позже ему наступают на голову и вместо футбола форвард начинает показывать приемы каратэ. Соцсети не остались равнодушными и прямо во время матча начали пестереть гневными высказываниями в адрес шведа. Пострадал от пользователя интернета и главный судья мальча Кевин Фрэнд. Твиттер гудел, а самые расторопные пользователи оперативно подправили страничку арбитра Википедии, окрасив его фанатами Юнайтед и их личным судьей. Что же касается Златана, то он просто выходит после матча и говорит, что соперник сам наткнулся на его локоть. На этой неделе только один человек мог сравниться крутостью с Абрагимовичем. Это игрок бейсбольного Нью-Йорк Мэтс, который показал, что в свое время он выбрал самый подходящий для себя вид спорта. В НХЛ на прошлой неделе феерили не только российские хоккеисты, но и пресс-служба Монреаль Канадиенс. В своем твиттере ребята очень оперативно отреагировали на выдающееся спасение галкиберкоманды Кэрри Прайса, сделав его подвиг еще более шедевральным. Если вы в своих новостных лентах до сих пор встречаете видео с умирающими под одну и ту же мелодию людьми, то настоятельно рекомендую вам обновить страницу. В сети уже давно новый челлендж, суть которого в том, чтобы подброшенная вами бутылка сделала пару оборотов в воздухе и приняла исходное положение. Так уже развлекались футболисты Челси и многие другие. А на этой неделе оригинально принял вызов в теннисист Стэн Вавринко, о чем незамедлительно сообщил в своем инстаграме. Ну и напоследок видео без комментариев. Вот такие гости могут оказаться на соревновательной площадке по гольфу, вполне спокойно прогуливаясь мимо играющих с добычей в зубах. Но у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. Пока-пока. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Большое спасибо за внимание. Девушек поздравляем с 8 марта. Хорошо вам его отметить. Еще увидимся. Пока-пока. 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 Продолжение следует...